Что у вас за проблемы? Я приехал в 2012 году сюда с проблемой наркотической и алкогольной зависимости. Наркотическая зависимость у меня была сильной наркотики, героин, метадон, ну и сопутствия. Вы несколько раз пытались лечить? Я пробовал прокапываться медикаментами, медикаментозным способом лечиться, но эффекта не было никакого. Просто, получается, снимали? Просто снимали, снимал боль, а психологически зависимость оставалась, и ничего в голове не менялось, по большому счету. А как вы узнали о нашем центре? Через интернет. Да? То есть, что вы делаете? Лечение мне понравилось тем, что мы заняты целый день. У нас нет практически свободного времени, но мы заняты не тем, что нас что-то напрягает, а заняты тем, что нам помогает. То есть, работа с психотерапевтами? Помимо работы с психотерапевтами, у нас процедуры всяческие. Например, можете назвать? Ну, одна из процедур, которая мне, допустим, нравится, это криосауна. Потом, не помню, как она называется, лимфодренаж. Лимфодренаж, тоже очень полезная, хорошая вещь. На печень, то, что у нас проблемы практически у каждого из наркоманов, проблемы с печенью, этот вопрос здесь тоже как бы решаемый. С утра этим занимаемся. Есть свободное время для отдыха, есть спортзал, теннис, бильярд, тренажеры. Как бы целый день есть чем заниматься, и свободного времени практически нет. Есть группы, есть йога по желанию, есть массаж. Массаж тоже хорошая вещь, мне понравилось. Я практически не пропустил ни одного занятия, ни одного дня, ни одного сеанса, пока было лечение, работа над собой. Ну, как бы, по-большому дало эффект вот этот, что я третий год ничего не употребляю, вообще ничего. И вам и не хочется? Совершенно ничего. Я ни алкоголь, ни наркотики никакие, вообще никакие. Я веду полностью здоровый образ жизни. Со мной ничего вообще не связано, все, что получает человек удовольствие, со мной от меня это отошло полностью. А вы здесь во второй раз получаете? Я здесь, получается, уже третий раз. Вы приезжаете просто для поддержания? Я каждый год, да, я просто приезжаю сюда для перепрошивки, для самоуспокоения, для успокоения семьи. Пока, как бы, такое еще время у меня, что... Ну, я как бы уверен в себе, что все будет в порядке, но все равно лучше... Переживая плохо. Да, убить в себе наркомана не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Да, то, что Виталий Иванович здесь дает в своей клинике, нигде другого больше я, по крайней мере, не видел. Я видел только то, что наркологи снимали с меня ломку, психически, психологически я был все-таки больным человеком и у меня в голове оставался тот же червяк, который меня... Виталий Иванович, это основное лечение, я так считаю, что, как бы, все остальное это можно найти в любых других клиниках и те же, в принципе, и медицина та же, и терапевты те же, может быть и процедуры те же, но самое главное, которое нигде больше не встретится, это вечерние сеансы. Можно здесь немножко поподробнее? Вечерние сеансы это очень сильная вещь, которая, ну, без него процесс лечения просто невозможен. Невозможен. Если ты на сеансе не будешь работать, не будешь заниматься собой, если ты не захочешь убить в себе действительно наркозависимого человека и жить свободной жизнью, жить для своей семьи, для своего ребенка, то без сеанса, ну, это невозможно. На сеансе нужно работать, нужно вылаживаться, нужно в себя это, через себя это все пропустить, потому что не пропустив через себя сеанс, ты никогда не избавишься от этого душевного состояния, которое у тебя где-то глубоко-глубоко зарыто, и чтобы его вытащить наружу, нужно прочувствовать это все, это все горе, которое ты сделал своим родителям, своей семье, жене, своим друзьям. И только когда ты почувствуешь это все, именно от и до, от кончика пальцев на ногах и заканчивая волосами на голове, вот это когда ты все-все-все через себя пропустишь, вот только тогда ты поймешь, что это такое, какое это горе, какая это действительно гадость, от которой можно легко избавиться при желании. Легко. Если захотеть, то я считаю, у меня стаж большой, и я почему-то думал, что лечить метадоновую зависимость, это вообще практически невозможно, и как бы я считал, что это нереально. Это очень реально. Я практически не могу сказать, что на 100%, на 100% каждый из нас не сможет, наверное, никогда сказать, что он здоров в плане употребления наркотиков, но я очень-очень сильно надеюсь на то, что от меня это ушло навсегда, и ко мне больше-то никогда не вернется, по крайней мере, я в себе в данный момент, я уверен, я не хочу ничего, я хочу просто жить, жить, работать. У меня после 2012 года много наладилось в жизни, семья, работа, все, ко мне вернулось доверие, то, которое было утрачено. Одно из, может быть, главных, опять же, результатов лечения Виталия Ивановича, это то, что ты перестаешь врать. Помимо того, что ты перестаешь употреблять, ты перестаешь врать. И оно все совместно дает такой результат, что ты даже не ожидал. Но я, когда ехал сюда, я не ожидал, что будет так. Я не ожидал, что я смогу перестать врать и перестать употреблять. Потому что я делал это практически всю свою жизнь. Ну, по крайней мере, из того, что более-менее я помню, я помню детство, я помню наркотик. Все, я больше, так, по большому счету, ничего и не помню. Ну, уже ничего нельзя будет сделать. Ну, Виталий Иванович, это очень сильный человек, и таких людей очень мало. Может быть, не то, что даже очень мало, он может быть в единственном своем виде, что такой человек энергия, который может так реально помогать людям. Я не знаю, я лично в своей жизни не видел таких людей. Что на него, к нему приходишь на сеанс, и к нему хочешь идти на сеанс. Хочешь это прочувствовать, хочешь через себя это все пропустить. Хотя это неприятная процедура, это в тебе ковыряют, в тебе... Ну, проходит, придется пройти через многое, через такие... Даже не знаю, как это сказать, уголки своей души, что... Ты даже не знал, что там такое, наверное, есть в тебе. А Виталий Иванович это все с тебя достает, выкладывает перед тобой наблюдочко, и говорит тебе, вот, одна твоя жизнь, полная вранья, полная дерьма, а вот вторая жизнь, свободная, чистая. И ты выбираешь перед собой. Я выбрал на третьем сеансе, я первых два сеанса не понимал, что происходит, как и многие ребята, которые сюда приезжают, они многие не понимают, что происходит. И потом... Я на третьем сеансе понял, что это такое, на третьем сеансе я сам себе поклялся, что я больше никогда в жизни не дотронусь до этого, до этой гадости, что до алкоголя, что до наркотиков. И вот третий год, слава богу, у меня никакого желания, у меня никакой тяги, совершенно, вообще, просто, как обрезал, просто, как вышибло из головы вот это желание. Просто мне, наконец-то, рассказали истинную правду. Наркотика и алкоголя какое-то зло. Мы знали все, когда начинали употреблять, что это плохо, что это нехорошо. Но что такое горе мы приносим своим родителям, своей семье, по большому счету, мы, наверное, узнаем только здесь. И нам про это все рассказывает Виталий Иванович, потому что без него бы мы навряд ли смогли бы дойти до этого. Могли бы понять, что такое вообще на самом деле есть наркотик. Потому что очень многие заблуждаются, особенно молодые люди, у которых еще вообще не все потеряно, люди, ребята, которым по 20, по 22 года, у которых маленький стаж, которые попробовали и думают, что все это так само собой пройдет. Оно само собой так не пройдет никогда. Есть только два выхода. Или смерть, или трезвая жизнь. По-другому никак. Нельзя быть чуть-чуть наркоманом, нельзя быть чуть-чуть алкоголиком. Я это, кстати, понял здесь. Я всегда думал, что можно чуть-чуть, немножко поколоться, немножко попить, а потом быть нормальным. Все это неправда. Так не бывает в жизни. Или ты наркоман, или ты полностью трезвый человек. Ад, смысл лечения заключается в этом, что ты проходишь через ад. Это большие переживания. Я после каждого сеанса выходил, у меня были полные глаза слез, потому что я реально понимал только на сеансах, что такое вообще наркотик. И чуть-чуть наркоманом быть нельзя, чуть-чуть алкоголиком быть нельзя, лазейки себе оставлять нельзя никакие. Я ничего себе не оставил. У меня в бизнесе пошло все в порядке, в семье у меня все хорошо. Мне жить трезвым просто нравится. Я получаю от этого удовольствие. Я никогда не думал, что на каких-нибудь там вечеринках, Новый год, праздники, собираемся в компании, с семьей, и люди выпивают. Я всегда думал, что это будет проблема, но как так? Люди выпивают, а я буду сидеть в это время трезвым. Но я получаю больше удовольствия от состояния трезвости, чем они от состояния алкоголизма. Мне намного веселее и намного приятнее, что я трезвый от самого человека. Если тебя сюда привезли насильно, ты этого не хочешь. Если ты убежденный наркоман и живешь по убеждениям, и ты хочешь быть наркоманом и никак по-другому, то смысла сюда приезжать нет никакого совершенно. Если у тебя есть хоть какой-то, хоть маленькая надежда в глубине души, что ты можешь избавиться от этого, и ты хочешь избавиться от этого, то я бы посоветовал бы обязательно приехать сюда, обязательно, и вылечиться, и быть здоровым человеком, вести здоровый образ жизни, никого не бояться. Начинали колоться. Ну, даже если 50% отсюда людей выйдет здоровыми, это очень-очень большое достижение для Виталия Ивановича. Это сотни тысяч людей, которые спаслись здесь, в клинике. И ему можно при жизни памятник поставить только за то, что он спас нас. По крайней мере, я хочу верить в это, что ребята, которые услышат даже сейчас меня, задумаются о том, что я сказал, и сделают для себя правильные выводы, что наркотик – это смерть. По-другому никак. Быть наркоманом долго невозможно, невозможно. А вылечиться очень реально. Я вот перед вами здоровый человек, который ни о чем не думает, кроме как работает, семья, ни о каких наркотиках, ни о каком алкоголе. Все наладилось у меня, я живу совершенно другой жизнью. Главное – это сила Бога. Самое главное – это желание. Даже не прямо дикое желание. Если даже чуть-чуть у тебя есть, маленькая искорка у тебя есть, ты приедешь сюда, тебе помогут. Тебе помогут разжечь этот огонь, который сожжет в тебе наркомана. Просто до тла сожжет в тебе. Не останется этого человека в тебе. Где-то может быть какой-то маленький-маленький брусочек где-то заваляется в глубине души, но со временем и он сгорит, и он уйдет. Потому что для этого тоже нужно время. Но основного наркомана тебя все равно здесь убьют. Если ты адекватный человек. Если ты адекватно ко всему подходишь, если ты адекватно все это воспринимаешь, если ты ходишь на все процедуры. Я когда проходил курс лечения, то я старался, я хотел. Я ходил на все процедуры, утрешние подсаду массажи, на физиотерапию всю, на психологию, на йогу. Даже йога мне не нравилась, я все равно на нее ходил. Я понимал, что я не йог, что у меня в жизни, может быть, как бы не получится, но я понимал, что это надо. И я ходил на йогу. И может быть, даже здесь и в субботу, и в воскресенье, есть холотропное дыхание. Это очень хорошая вещь, которая помогает человеку душевно восстановиться, также поковыряться в себе. Есть рисование, есть танцы. Здесь свободного времени, чтобы думать о чем-то другом, здесь практически нет. Здесь есть только правильное направление, правильное лечение. И если ты хочешь быть здоровым, то Виталий Иванович обязательно поможет. Каждый здесь хочет вылечиться. Поэтому приехать сюда и за месяц стать на пути истинный и понять смысл жизни, по большому счету, ну нигде больше такого не получишь. Нигде. Здесь ребята есть... Вот сейчас я приехал, не было никого из-за границы. В 2012-м у нас парень из Флориды был, из Греции были, два парня, которые вообще по-русски не говорили, ходили только с переводчиком. С Израиля ребята были, с Бельгии был парень, тоже у него был очень большой срок зависимости метадоновой. Очень большой срок. И он потом так же, как и я, через год приезжал, опять перепрошивался. Просто перепрошивался уже здоровым человеком. И как бы тут со всего мира люди были. Просто на мои глаза здесь прошли люди просто со всего мира. Единственное, я здесь не видел африканцев. А так видел... Ну, я видел всех. Я видел из Европы, из Израиля, отовсюду люди, даже со Штатов. У нас весной с Грецией. Вот из Флориды меня тогда такое удивило, прямо аж со Штата человек приехал, узнав про эту клинику, приехал сюда. Значит, даже там у него не было шанса уйти от этого, что он приехал сюда. Значит, есть... Значит, ему, может быть, там тоже кто-то подсказал, что есть действительный эффект. А эффект при желании человека, эффект практически стопроцентный. Того...